Телеканал настолько безграмотный, что я долго пытался совершать слово вилу. Я набрал вилу, но кроме инструмента ничего не получается. Они вилами дуриваются. Вроде бы не должно быть здесь слово вилу. Тогда я понял, что это неграмотный компьютерчик должен был написать слово вилой. Ну то есть вил, фазенды, дачи, вот они загородные вилы. Это просто их уровень. Пойдем дальше. Дело в чем. Почему я за них зацепился? Вот эта дама что? Они когда то есть фамилии Ганечкина и Платонова станут нарицательными. Почему? Абсолютно безграмотные. А я вначале удивлялся. Думаю, вам уже кандидата наука. А потом выясняется, что ни хрена они за свою жизнь не вырастили. А существует как бы система. Значит кто-то им эти сценарии пишет. А они вызваны или пошли калечить почву, деревья. Все. Вот. А на самом-то деле, я бы не стал их трогать. Почему? Меня, я терпел, когда это самое, еще когда она в павильоне в съемочном, и хлопали сотни людей, вылила, полила уксусом этот, муравейник. Вот. А вторая, ей тоже, знаете, я иногда думаю, ну ладно, муравьи окружены ненавистью, а они-то все и так окружены ненавистью, что ничего удивительного нет, что их хлопали все, нашли врагов. Из защитника врагов сделали. Вот. Ну это виноват еще в школьной биологии. Я это изучил, в школе учил, что муравьи главные защитники сада, но это было на Украине деревней. Откуда им городским это знать? Вот. А у них получается так. Потом у меня терпение кончилось, когда вот эта, которая слева, она все сделала. Сама догадаться не могла. Я до сих пор ищу, кто первый. Помните, я не раз говорил, я ищу тут, кто первый, вот эту дурь придумал, кто эту. Когда она взяла, ну я видимо, помогли, выкопала большую яму, вот такое дерево уже ушло. У меня есть фильм, я высылал его, просил их угомонить, я думал, они хранят, ну специалисты, вот. А фильм даже про это, и там есть эти отрывки, как они это делают. Выкапывают корни, крупное дерево, взрослое, вот. Оголяет корни, оголяет, вот такая яма, вот. А потом говорит, три с половиной месяца они должны быть, корни обнаженные, и закаляться до зимы. Вот. Я до сих пор не знаю, кто эту дурь придумал, но тогда мне терпение кончилось, почему я ее тогда уже высылал. Вот. Они остановиться не могут, тогда я думаю, тоже останавливаться не буду. Вот. Еще раз пробегаюсь по всей, по основным дурям. Вот в таких пакетах, таких пакетах, сейчас поймете почему, у меня тут видите сколько помощников, сейчас поймете к чему. В таких пакетах, значит, сразу говорю, всегда мягкая земля. Вот этот саженец, плохо видно здесь, взрослый, 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 никогда в этом пакете он не вырастет, исключено. То есть, их туда вставляют, засыпают землей, а потом демонстрируют нам, отворачиваются, чтобы мы не видели, что это не ком земли, а голые корни. И посреди лета, заметьте, садят, наверное, смерть, или потом тихушку убирают, свою позорную посадку. Но я не из-за этого. Видите эти ведра? Чего-то приволокли и чего-то насыпали. Я уже не помню, что. Я получаю письмо. Здравствуйте, уже Валерий Костинец. Строители прокладывают газопровод мимо участка. Выкопали траншею. Высылали фотографии. Как может на такой земле расти сад? Сплошная глина известняк. А сад растет. Деревья, яблони, больше двухэтажного домика. Сливы, вишня, терн растут. Ваши абрикосы цвели, ну и так далее. Остались единичные, ну во всем это уже детали. Как последствует фотографию. И он мне присылал два жутких фотографии. Когда я это посмотрел, я, ну это, как, даже немножко удивился. Хотя я всегда говорю, деревья, если их удалось посадить, помните, плохая земля. Привезли землю со стороны, посадили на холл. Дерево начнет под собой почву само перерабатывать. Я вам показывал такие фотографии. В разрезе почву. Вот. И когда, я тогда вспомнил вот это, вы смотрите, они не знают никакая тут земля. А под Москвой очень много глинистой земли, да. Вот они не знают, зачем они все это туда сыпят. Это вы просто не знаете. Это просто как бы им дали выучить. Вот это учить, вот это насыпьте. Там, может, и тогда я взял и решил раскрыть эту тему вполне. Внимание. Спасибо, Александр, за эти фотографии. Они мне так помогли. Да, я себе немножко время отниму у вопросов и ответов. Но надо эту тему закончить. Вот это откуда я взял? Думаете, сам что-то делал? Нет? А прям с интернета. Мало того, что этих, всего. Ну, из этого польза я вижу только от этого, от золы. Так. И то, если не перебарщик. Да. Или, может быть, это может быть перегной. Все. Теперь. Еще вот эти камни огонь. Тоже ведь зачем-то притащили. Но это ладно. Я просто выбрал одну характерную. Я набираю в интернете. Добавьте там посадочную яму. Вот. Первая фотография выскочила. Тогда я вспомнил все, что... Ну, я пять минут вспоминал. Не все же. Что туда суют? Керамзит, галичник, речной песок. Просто песок. Гравий, гашеная излия, галмитовая мука, крупные камни, торф, зола, перегной, куски железа. И вот каждый раз. А я сейчас вам покажу это самое. Вот это вот песок. Знаете, это песок строительный. Его прям, это котлован. Его прям на стройку берут, да? И я брал. И я в нем вот эти делаю, как они называются? Сортификацию. Даже не мою его, не убираю там какие-то биологические эти составляющие. Никогда не было у меня плесени в этих, в сыром песке. Настолько чисто. Так? Вот. И тогда я что? Знаете, что сделал? Я вот это вот. Я нашел вот такую фотографию, да? Почему? Ну, посмотрите, как все поджимает, творится. Посмотрели? Вот. Теперь. Это просто... Ну, мне понравилась фотография. Там тысячи черпать их спряталось, да? Вот. А для вас, друзья мои, это черви. Это, как бы сказать, это образно. Там миллионы червей, бактерий, грибы, эти самые... Муравьи, бактерии, все это, а это как бы образно. Дерево, это крыша. От этой крыши все зависит. Эту крышу калечат вот эти вот, смотрите, в начале. Я когда-то рассказывал, ну, наверняка много новых зрителей. Они убирают всю, всю еду у червей. Вот. Они это знают. Им приказали взять это. А потом, внимание, вилами колют всю. А вы представляете, что у вас несколько соток, и вы вилами туда кислород подаете. А при этом, представьте, сюда вилы втыкаются. Черви остаются без еды. Все голимое. Помните, еще совет рыхления дерева, поддережные рыхления. Все переучтожено, все уничтожено. Доходит? А до них нет. Вот. Вот эта дурь, сперва убрать всю еду. Кстати, каждый раз я любой, кстати, искалеченный. Видеть уже их не могу. Изуродовали все, что можно. Ну. А потом не все. Это же, оказывается, сгноить надо. А они-то этого не знают. Они засыпали. Я забыл, чем. Может, это опилки, может, все, что. Но это не все. Смотрите, что он сделал. Там еще где-то у меня отдельно есть. Может, потом покажу. Он еще это все кисточкой замазал. Все. Чтобы, якобы, спасти от муравьев. А на самом деле сгноить полностью. И вот это у них привычка. Гноить, гноить. Смотрите. Гноить. Ничего не знает. Ничего не понимает. Вот это, видели? Гноить. Ничего не понимает. Ну, сейчас я потом еще покажу. А пока я думаю, почему. Вот. Смотрите, моего херсонского земляка. Вот такого дерева. Чтобы заработать свои сребряники. Потому что 25 минут надо рассказывать. И говорить, говорить. Люди заплатили. И вот он режет, режет. Смотрите, что он оставил. А? Посмотрите на эти рожи. Я уже не говорю. Те доверчивых людей. Посмотрите, какие у них. Для чего он это делал? Ну, это ладно. У него там тысячу или там пять тысяч зрителей. Вот, правда, россияне в основном смотрят. Им-то не вдомек, что на Украине она может быть даже и выживет. А у нас-то никогда. Он полностью сделал коллегу вот с этого. Вы представляете? Чем ему это дерево помешает? Чем? Но это ладно. А ведь это смотрит вся Россия. И она каждую веточку уничтожает, уничтожает. Замазывать-то не будет. А дерево уже само больное. Посмотрите. И она все это... Вот. А я почему? Потому что я вам покажу, откуда ноги растут. Не мог не выдержать. Покажу еще раз Белоруссию. Значит. Белорусы мне понравились тем, что они разместили мои материалы в библиотеке Лукашенко. Вот их читает. Она с утра дается. Вот. Это мои. То есть я им книги вышел. Значит. Не подходит моя технология Белоруссии. Мировая практика показывает, что грамотная обрезка плодовых деревьев. Это мне министерство это, сельское хозяйство прислало. Я им подарки, ну там, диски, книги. Вот. Грамотная обрезка плодовых культур в комплекте с другими. Позволяет достичь высокого уровня производства. Вот ваш уровень производства. Я еще раз говорю. Хватит дурака валять. У вас же как? Я понимаю. Ручное управление. Я понимаю, что у каждого коровника руки доходят. До этого Лукашенко. Но до этого точно никогда не дойдет. Несколько лет назад. Я рассказывал, показывал. Фотографии даже показывал. Именно эта страница мне представлена. Газета Советская Белоруссия до сих пор выходит. 15 миллионов долларов. Пересчете на зайчики. Я пересчитал на доллары. А потом на рубли. Это получается миллиард рублей. Потратили, заложили сад. Потом пишут. Все несколько лет сад был мертв. Это центральный. Это как в Советской Белоруссии. Вот. И дальше что было написано. Сейчас средства будут выделены на реконструкцию. На реконструкцию сада. И это было. И что? Или я не видел эти. Гражданин Гракон. А? Или я не видел эти самые ваши сайты. На этих сайтах эти самые. С интернета. Фотографии. К вам так же везут в Польшу. Все Белоруссии знают. Вы не знаете? Ну я их похвалю. Знаете за что? Может его все таки не уволят. После моих слов. Почему? Потому что. Смотрите. Они оказывается книгу мы прочитали. Невероятно. Путинские не стали читать администрации. Переслали в Академию. Читать не стали. Переслали в какой-то этот самый. По-моему серый хавк. Они наверное спутали как. Краснодарский, Краснодарский край. Краснодарский край отправили мои материалы. Краснодарский. Там они научатся. Вот. Поняли да? А почему? Потому что я зацепил за слово обрезка. Грамотная обрезка. Вот. На самом деле. Их всех вот. Тут еще. Ваши материалы. А направлены. И вот сейчас спросите. РУП. Институт плодоводства. Национальная академия. Кто-то мою книгу изучил. Применил. А? У вас уже все. Уже появились новые эти. Новые технологии. У вас новые сады появились. Теперь уже 15 миллионов не будут уничтожены. Добавляем. Дебильные посадки. Обрезки. Вот так. Идем дальше. Это еще не все. Вот смотрите. Советская Беларусь. Это. Просто. Это самое. То что я говорил. Я вот это. Это как бы ключевое слово. Я хотел сказать. Я уже. Раньше все высказал. Все что про них думал. Но не книгу прочитали. Владимир Владимирович Путин. Вот. Министр сельского хозяйства. Вот. Академия наук. В Беларуси мою книгу прочитали. Представляете. А вы не стали. А вот это вот второй раз показываю. А вот это смотрите. Вот как оно шло. Это современная реклама. Разве. Если это дерево привитое. Оно могло бы вырасти вот в этом горшочке. Никогда. Невозможно. Я железо утверждаю. Его сюда вставили. И предлагают. Это все должны дать. Предлагают на продажу. Потом это будет разрезано. Все развалится. Как у этих самых. У феи с бобра. Вот это так будет. И главное. Самое страшное предательство. Вот это. На черт. Вы все это уничтожили. Ведь это же не могло так вырасти. Оно должно было вот так расти. Если привитое. Даже не привитое не может такой штаб для них. И наконец. Я уже. Так как время истекает. Я сейчас уже подробно не буду говорить об этом. Кому надо прочтет. И заканчиваем богоискательством. Подавляющее большинство современных почв. Имеет возраст. Многие тысячелетия. Вот это правда. Не миллионы лет. И они указывают. Что для образования. Мелкоземлистого. Слой по 2,5 сантиметра. Требуется. 245 лет. Вы не помните. К чему я. Мощность 10 сантиметров. Требуется 1000 лет. Не миллионы. А где была почва. А где были растения раньше. Не поняли. Вопросы времени сложен. Материалы недостаточно. Поняли. Вот. Так почему это не написано в биологии. Школьной. Почему. Когда эта почва всего. Там где-то 3000 лет. 5. Ну максимум 10 тысяч лет. Ну где миллионы-то ваши. А? Атеисты. Эдель. Как у вас все. Это уже матерным словом когда-то станет. Вроде умный человек. Этот самый. Дарвин. Но ведь его извратили. Ну. Вот они корни. Вот эту книгу я открыл. На фото открыл. Потом покажу. Откуда взялись вот эта дуль. Которую до сих пор исповедуют. Вот эти все. Вот эти все. А это просто мои гости. Просто я эту тему уже пропускаю. Это мои гости. Это мои абрикосы. Покажите мне хоть один абрикос. Белорусы. Вот такой. Со своего научного центра. По теплее, чем Сибирь. Вот. Вот. Откуда вот это вот желание. Вот эта злоба деревьям. Она вот. Ход на девятнадцатый век. Видели? Вот. А вот когда. Вот тут получается как. Это было давно-давно. А вот уже недавно. Семидесятые годы. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Практически советы по садоводству. Полмиллиона экземпляров. Сейчас мы разберемся. Еще немножко времени. Я вам это не показывал. Это мне Троценко. Нудный мужик прислал. Да вот. Мог прокомментировать. Полмиллиона. Практически советы. Семьдесят первый год. Внимание. Читаем. При пересадке взрослых деревьев этого слоя важно. Расположение садоводства по отношению к странам света. Конечно, важно. Умница. Молодец вот этот. Я заметил, я не стал фамилию его называть. Семьдесят первый год. Может, я уже в могиле давно. Пятьдесят лет назад он это. Пятьдесят лет назад. Поэтому я не стал фамилию. Приходится считаться после пересадки в сад. Понятно. В течение двух лет. Знаете мои. Я его не читал. Он сам дошел. В течение двух лет. На одни части дерева. Там ветки находятся в питомнике. Были обращены в южную сторону. Другие на северную. Растительные клетки. Каждый из них приспособлены к определенным условиям росту. И при пересадке садовца на постоянное место. В саду испытывают резкие изменения природных условий. Если обращены в другую сторону. Ну куда мне это? Надо располагать. Тут правда не хватает. Дальше пройдет по крайней шейху. Но не хватает чисто практического совета. Ну наметьте пятнышко. Потому что если бы это было полмиллиона. Если бы все были нормальные люди. Питомники бы это пятнышко делали. Ну согласны. Люди покупают. Он не виноват. Откуда он знает? Только это было один раз. Совет довольно глупый. Чтобы с северной стороны ветки не растут. Но это ладно. Мы уже проходили. Якобы не растут. Вот. Ну то есть я восхищаюсь. Ну еще пятнышко бы добавить. И получилось бы, что книгу полмиллиона человек научили. Где находится корневая шейха? Вот. Расположена 5-7 сантиметров ниже места прививки. А как тогда, когда советуют 40 сантиметров поднимать прививку? Ну в общем вот эта цифра плавающая. Мне нельзя верить. На 3-4 сантиметра выше первого верхнего ответвления. Пожалуй пойдет. Уже не должно сгнить. Корневая шейха окажется или на уровне, или даже повеснет воздух. И это не так страшно, как когда под землю. Но не хватило человека. Ну как так? Определяйте, учитывая размещение корневой шейхи. Определяйте. Сажайте правильно. Ну почему не хватило? Знаете, так бывает чисто практического. Не хватило. Пятнышко. Или, как я делал. Далеко краска или там что, или там ломаться, чтобы пятнышко нанести. Я сам себе выкапываю. Я перед этим беру любую эту бечевочку, ленточку полетелую от этого привильца. На уровне земли завязал. И еще этим, как называется. Узелком, как был, на юге, допустим. Чтобы посадить, опять узелок на юге. Все. Даже не надо пачкать краской. Ну вот это не трудно было написать. Вот здесь трудно было написать. И тут. Видите как. И сразу дело сдвинется. А так человек, он не держится. Если у кого-то, то все равно посадят на обувь. Ну все. А совет хорош. Ну дальше хуже. Последний. Перед посадкой саженца подрезают корни, чтобы после посадки укорачивать ветки. И вроде бы все правильно. Но посмотрите внимательно. Разве так можно? Я всегда говорю. Изувечив корни, увечь крон при посадке. Причем с запаса. А здесь получается. Значительная часть корней не менее 70-80 остается почвы. Сколько здесь корней выкапываются саженцы? Правильно. 20-30 процентов. Остальное осталось на старом месте. Ну а сколько надо крону отрезать? Сколько оставлять вернее? Он что пишет? Одну треть. Одну треть это ну 30 процентов. А надо сколько? 70-80. Вот это противоречие. Из-за этого саженец испытывает нужду в питательных веществах. Развивается слабо. На него тут же накидывается все. Он уже болен. Да. Когда вот так вот жестко отрежешь. Но тогда надо резать первый год. Пересаживать. Ни второй, ни в третий. А то бывало и пятилетку пересаживают. Калечить приходится. Это раз. Вот это страшная ошибка. Раз 70-80 осталось в земле. 78 убирайте. Без всякой жалости. А чтобы раны не были страшно. Многие говорят. Ну так все равно же все-таки калечить. А куда деваться? Калечить после первого года. Фух. Видели? Что получилось? И наконец. Подрезает корни. Вот это страшная ошибка. Страшнючая ошибка. Вот это фотографии. Но это ладно. Чуть потом. Вот это вот. Я перефотографировался. Прямо с книги. Страшное обвинение. Каждое. Каждое. Каждый кончик. Он всасывающий. Каждый кончик. Нельзя этого делать. Да. Саженец приживается. Он плохо развивается. Но он как правило. Особенно. Как правило. Экспиритирует на яблоках. Яблоках. Они все-таки приживаются. Ну ничего. Что там тысячи этих самых. Клит. Жрут. Листья в дырках. Все потому что больное. Вот. И корни получаются пышные. Да. Это обрезка корней. Это так же. Что тут обрезаешь. Тут начинает кронор вот так. Во все стороны. И тут так же. Но это страшная ошибка. Видите как. И до сих пор это я показывал уже. А вот это. Я уж коротко. Ну это ж. Никакие ворота. Вам что. Заняться нечем. Ну вот нормальный сажень. Что вам от него это захотите. Еще раз показываю. Тимирязинка. Вы кого выпустили. Вот я вам показываю. Корни. Ну немножко. Том. Это кто-то из моих учеников вырастил. Я вас не помню. Вырастил мой этот. Абрикос. Сельце. Вот он. Вот такая крона. Да. Кстати довольно короткий получился. Обрезать их нельзя. Ни в коем случае. Вот такие корни. Вот он как смог выкопал. Ну нахрена их обрезать. Вы что. Им надо расти во все стороны. Ну. А это что. Помните. Это самое. Листья кормят корни. Вот. Из увечья дерева. Вот они. Смотрите что получается. Я вам показывал когда-то эту фотографию. Первокурсники. Тимирязинская академия. Вот они улыбаются. Они нихрена не знают. Одна Елена Савинич знает. Больше чем их всех. Когда-то может она их учить будет. Хотя сомневаюсь что она пригодится там. Где-нибудь это. В лесового агронома. Как там было. На 9000. Да. Разве так можно. Они же ничего не знают. Они ничего не понимают. Так. Вышел книга железово-твердые обложки. Ну. Кто хоть разный. Хоть это. Да там. Знаете. Есть альтернативная с удовольствием. Да. Каков им. Вот. Ну. Твердые обложки. Понятно. Ни один. Ни одну книгу не купили. Когда шел опрос. Было 60 на 40. 60. Да. Нужно твердые обложки. Но когда пришла пора выкупать. Оказалось что. Это. Мягкое. Берут. Крайне редко. А это вообще не берут. Вот. Вот у нас со всех сторон. Хотя. Оно дорогая. 1300. А 600. А почему. Потому что намного дороже. Когда вот такая. Вот одна же. Вот одна же. Вот. Вот она раскрытая. Вроде бы без нее нельзя вырастить сад. Но в то же время потребностей на настоящий момент нету никого. Вот видите. Павел звонит мне. Ну хоть бы. А. Недавно. Редчайший случай. Один год. Чек две выписывал. Прочитал. И говорит. Я хочу подарить замечательному соседу. И сейчас еще две. Это самое. Я ему высылаю. Вот это есть. Но это такая редчайшая случай. Обидно что это все. Это надо в институте. И все так проходить. Но к сожалению. Китайский лимонник. Я о нем как-то подробно расскажу. А пока я просто хожу мимо. Отрываю листочки и завариваю. Вот. Интересный. Пропал сто процентов. Данил. Санкт-Петербург. Вот сейчас цветет черешня. Боднера из вашего серенка. Я забежал. Это очень вкусно. Вот это было раньше. Я его попросил прислать уже с плодами. Так. А куда ты делся? А вот она. Плоды не крупные. Как видите. Но вкус как у черешни вкусная. Вот он. Видите? Вот еще. Вот говорит. Черешня не пойдет. Вот я кстати вижу. Птицы едят. Такое портлет. Вот. Так вот. Насчет этой черешни. Я хочу сказать следующее. Что уникальный случай. Черешню я им высылал красную. Она оказалась желтой. Вот. Перепыление. Пока у меня желтая была. Они перепылились. Так. Друг дружкой. А желтая у меня погибла. Я рассказывал. Я не успел черенки. Не успел. Я думал. Шея вечная. Черешня вечная. Я потерял желтую черешню. А ему высылал красную. Посмотрите что получилось. А почему? Потому что все эти черешни. Сада Боднера. Желтая и красная. Получилось все-таки что? Все-таки что из боку бантик. Так вот. Вы. Уважаемый Данил. Так. Удивляйтесь. Сейчас. Моим наследником. Моя черешня погибла. Или это все-таки. Желтая я срезал. Но в год обрали. А. Погодите. А. Желтую я мог вам высылать. Это ж. Ей уже сколько? Лет 5-4. Да. 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 Тогда нету. Это не гибрид. Это я вам желтый высылал. Но так как моя желтая погибла. Вы теперь. Единственный. Обладатель. Самый северный в мире. Желтый северный. Боднера. Климат теплее. Намного. Поэтому. Повторяю. Вы теперь обладатель. Самый. В северном мире. Желтый северный. Все мои друзья. Вы такие как вы. Становитесь моими преемниками. Вот. Еще раз показываю. Так как я до сих пор еще не закончил. До бобра говорить. Еще раз показываю. Чтобы вы видели. Вот это фотография под Москвой. Где бобры ходили. Вот. Вот это дерево могло. Оно уже наверняка на свете его нет. Это под Москвой. Я фотографировал. Соседи услышали. Авторитет в Сибири приехал. Я в Мараховской однодаче два дня. Изучал эти сады. Вот. Посмотрите что она погибает. А она погибает. Почему? Вот так же как у Мараховского соседей. Чистая глина. Когда дожди. Прямо ходишь. Хлюпаешь. Прямо вот. Поверьте. Прямо глина. Прямо. Аж каблуки вдавливаются после дождя. Вот такая почва. Круши. Не место. Даже на ровном месте. Я вам докажу. Даже на ровном месте. Только холм. Понятно? Вот. Вот эта фотография. Опять я возвращаюсь к чему. Потому что. Они бобры. Эти самые. Видите. Вот. Они взяли. Это не они. Они где-то раздобыли этот сажен. Причем уже халтура. То есть. Середина лета. Вот. Он мог быть посажен весной. И до середины лета. Сидеть тут уже. Давая листики. Это могло быть. Вот. Но в принципе. Вырасти оно бы таком не могло быть. Тем более. Когда они выкопали. Тайком садили. Спинами. Задницами. Чтобы не видно было. Что. Голые корни. Но я вам это показывал. Вот. И я к чему говорю. Сейчас вы. Почему я про боброва. Потому что. Это учеба. А они не знают. Самых элементарных вещей. Про это уже ясно. Что. Они придумали. Добавки почву. Даже не ведая. Что тут надо. А что наоборот не надо. Помните. Как наш этот самый. Приятель. Я уже не называю имя. Чтобы лишний раз не рекламировать. Ему надо. Любой скандал. Он может даже обзывать. Как последний слава. Ему главное. Чтобы это. Засветиться. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Вот. Сколько он килограмм железа напихал. Помните. Это все оттуда идет. Вот. И они тоже не ведают. Что пихают. Смотрите. Итак. Они недавно показывали. Как закапывать трубы. Вот трубы. И вот смотрите. Видите. Закопали. Что они не знают. Это учеба. Это очень важный момент. Будьте внимательны. Потому что. Если я взялся. Критиковать. Первый канал. Которого. Наверняка. Если там. У них не могут. Я смотрел. В советское время. Когда появились. Десятки этих. Садоводческих газет. Журналов. У них обязательно. В редакции. Это был закон. Или такое правило. Жесткое. Обязательно был. Если не академик. То доктор наук. Даже хотя там тираж был. 10-20 тысяч. Но обязательно доктор. Потом пару кандидатов. Ну а там уже. А у крупных был научный. Консультантом были. Или зам по науке. Да. Я с одним таким дружил. Ваши шесть соток. Пока. Он там был. У меня печатали. Вот. Ну это к чему. Значит. И. Получается так. Что. Кто придумал эту дурь. Он же все равно. Не сам это придумал. Да. Смотрите. Я вам показываю дерево. Вот оно. Видите. Вот так. Это взрослое дерево. Посмотрите на эти корни. Вот. Если. Все таки. Этих. Я подправлю это. Еще это. Сергей Анатольевич. Еще фильм не кончился. А тот. Кусок. Который касается. Именно вот этих. Поэтому. А всех прошу быть внимательным. Куда попадет эта труба. Они понятия не имеют. Что вот это корни. Питательные вещества. Это дерновой слой. Да. Или как мы говорим. Пахотный слой. Вот это вот. Вот это. Самое. Суп. Этот самый. Минеральный. То есть. Он выделяет вещества. Которые не дают замерзнуть. В идеале. В сорокогранцах. Мороз. А вот это смотрите. Тут может быть какой-то линза. Тут может быть озерко. Вот. Она не может сюда пойти. Или наоборот. Она унюхала тут где-то. Что-то. То, что нужно. Знаете. Что корни могут грызть. Этот самый. Чуть и не гранит. Нет. Будете знать. Посмотрите вот на эти. Вот. Это сложнейшая система. А. Это я к тому обращаюсь. Кто корни научил обрезать. Или вот это. И вот труба сюда попала. Поняли. Да. Вот тут. Раз. И вкопали. Вот она теперь тут. Вот ее и конец. Для чего сюда воду подавать? Здесь остались без воды. А ведь. Знаете. Две крайности. Засуха. Червям и всем прочим. Плохо. Страшно плохо. Тяжело. И избыточная влага. Но от избыточной влаги. Крона. Она защищает. Ну а там уж как приспособиться. Тяжело. Жизненное выживание. Оставить. Где это самое. Все вот это вот. Лить сюда воду. Сюда. Зачем. Вот этот вот. Вместо мата. Пойдем дальше. Вот та же груша. Помните. Это тот товарищ доктор наук. Там у него было. Я когда показывал. Посадка в глубокую яму. Огромная яма. Бордюрчики. Чтобы все сгнило. Там было написано. Правильная. Посадка. Яблонь. И груш. Вот смотрите. Груши боятся даже ровного места. Понимаете. Смотрите сюда. Даже ровного места боятся. Это страшно. Это бичи. Это главная причина. Почему у нас груш нет. Ну не считая того. Что их обязательно надо извести. И чтобы наши с вами современники. Крупнейший в России питомник. Крупнейший. Самый крупный. Вот так учил садить. И тогда. Знаете. Это самое. Я взял вот это. Извините. Я уже раз использовал. И оправдываюсь. Вот. Я специально написал. Чтобы вы меня не обвиняли. В том что я порнографию распространяю. Что это калаш. Технический прием. В изобразительном искусстве. Поняли. Это калаш. Дальше что я пишу. Чтобы вы меня не обвинили. В распространении порнографии. Сейчас поймете к чему это. Калаш сделал. Справка. Эту книгу я взял в городской библиотеке. Умные поймут. А вы. Руководство Бобра. Конец рассказа для телеканала Бобер. Вернемся сюда. Им когда-нибудь. У них же. Понимаете. Еще раз. У них. Кроме этих самых. Клоуна. Ой. Как правильно называть. Кроме этих. Фей. Которые. Вообще не понимают ничего садоводства. Существует. Руководство. Или. Кто над ними стоит. Обязательно режиссер. Само собой. И обязательно сценарист. Сейчас я это понял так. Даже не важно. Академик он. Доктор наук. Кандидат наук. Он все равно ничего не понимает. Потому что. Вот это вот. Смотрите. Я специально взял. Вот сюда. Через эту ранку. Так. Это дерево погибло. Я его взял. Распилил на части. Я. Патологоанатом. Так. Распилил на части. Чтобы вы увидели. Как сюда проникает. Патологоанатом. А. Мороз. Гриб никогда не порезет. Эту самую. Где живая ткань. Только мертвичина. Запомните. Грибы. Это. Помощники наши. Их дело. Жрать то что это. Бороться с гривами бесполезно. Опрыскивать. Это все. Ерунда. Вот. А он проникает. Когда здесь. Уже умерла древесина. И он начинает жрать. Проход обеспечили. Задний. Или какой там. Вот. Вот. Это. Ваша работа. Это. Ваша работа. Этих. Современных. Идет. С глубины. Глубокая. Но их оправдывает то что они были южанами. Даже вот. Тот херсонец. Который. Это юг Украины. Который уничтоживал. Фактически абрикос. Уничтожил бы. У них он еще и выживет. Глядишь там. На юге. И я вот такой коллаж делал. Почему? Вот это видите. Голая задница. Это олицетворение современного садоводства. Любой академик. Он вроде бы что-то делает. Я имею ввиду биологов. Я имею ввиду садоводов. Этих самых. Агрономов. Вот. Ну которые профессия выращивает деревья. Ну неужели не обидно? На хрена ваши все эти. Вот мы показали. Я показал. Мичуринское. И НИИ. Все которые выращивают это все. Но ведь они же все это извращают до такой степени. Что все что вы сделали. Потом оказывается это. Это как угробили Казмина все абрикосы. Представляете. Наши сибирские их точно так же гробят. Вот потому что все это попадает в руки дилетантов. Понимаете? Вообще до этого дела нет. Этим всем докторам. Те которые там присутствуют на самом наверху. Что все извращено до последней степени. Что в этих самых. Когда-то кто-то же говорил что. Раньше это действительно. Если ты инженер. Ты мог быть. Дойти до министра там машиностроения. Если ты этот самый садовод. Ты мог стать министром сельского хозяйства. И так далее. И так далее. Если ты прошел войну. Ты мог стать министром обороны. Что творится то? А? Даже слово виллы с одним л пишет. Вот. Дурь которая идет с 19 века. До сих пор. А они сидят там дремлют. Их же крупный план я пожалел. Не показал. Где они спят на где-то там на своем расширенном заседании. Ну разве так можно? А это же ужас какой-то. Дали вот этим самым. Феям возможность разгуляться. Зарабатывать деньги. Уничтожая. Уча миллионы людей. Привет в Казахстане. Кто проедает дырки в лесах апрекоза. Как его из жизни. Ай кто проедает. Так. У меня практически не проедает. Почему? Заращено дёрном. Так. Там муравьев море. А мои абрикосы они не трогают. Ну пусть попробует кто-то туда залезть. На этот абрикос. Ага. Сейчас. Это крепость. Вот. А листья жрать некому. Ну вот нету. Вот как же. Назло вообще. Ой. Как бы мне хотелось. Нет. Жаль. Не буду время терять. Дело в том что. Опа. А как я выскочил оттуда. А как я теперь вернусь. Ё-моё. Ай. Спасибо. Продолжение следует...